Бездомный, собака и кошка. Все они, как выяснилось, вынуждены охранять заброшенную атомную электростанцию под Мариуполем. Как живется им на некогда важном, а ныне позабытом объекте, расскажет Евгений Решетнев. За то, что объект под охраной, отвечает вот этот пенсионер. В чем работа вот эта заключается? Охраняем. Тут вроде бы и охранять, вроде как бы, я смотрю, нечего совсем. Нечего, а все равно приходится. Живет Сергей здесь же. Помещение, похожее то ли на сарай, то ли на вагончик, стало ему родным домом. Замка на двери нет, да и воровать тут некому и нечего. Единственные соседи мужчины, собака Альма да безымянная кошка. А с приезжающими на АЭС строителями пенсионер уже успел подружиться. Серегу мы знаем, живет здесь, выживает, можно сказать, выживает потихоньку. Помогаем иногда привезти хлеб, мука, зерно, чтобы питание было хоть какое-то, чтобы человек мог прожить. Прожить здесь, казалось бы, действительно невозможно. Электричества в вагончике нет, а тепла от печки хватает часа на два, на три. Подкидывать дрова приходится даже ночью. Но мужчина не унывает. Не замерзаете, да? Да нет, жить можно. И заезжим, и все, пожалуйста, все, что есть. И зубленки, и все, и куртки, и все, нормально, все. Машины нету своей? А, машины нету. Однако спасает, признается обитатель атомной электростанции, велосипед. Есть у Сергея и радио, и даже мобильный телефон. Словом, все, как у людей. И назад в родное село Щелкино мужчина возвращаться не хочет. Ну там, вообще-то делать нечего, можно сказать. Работы вообще нет. За эту же работу, по словам пенсионера, ему платят хоть какие-то деньги. Так и живет. Выживает человек на атомной электростанции. Евгений Решетнев, Александр Дадашев. В Часпик. Продолжение следует.